приветствую всех с вами сенсей раз в неделю у меня какая-нибудь и рубрика новая вчера я вот заливал новый ролик тоже из рубрики софт и железо студии заливал потом вот hdr заливал посмотрите обязательно и заливал новые карты 4060 вот мои плейлисты заходите смотрите поддержите канал давайте начнем значит это видео будет у нас в играх и выбранных значит глобальные модификации метро 2033 метро 4 не будет поэтому будет только вот метро именно по первой части сейчас я каратенечко пробегусь и расскажу какого мнения вообще об этой игре первая часть изумительно меня все три части есть в избранной заходите спускаетесь вниз и находитесь все есть все три части они все завязаны первая часть я играю с удовольствием 2 но она как длс больше на длс похоже ну тоже мне заходит все третье было сделано на коленке из куска говна да там прикрутили графику на говнище поставили лучи и так далее по моему дину вы еще было сверху не забывайте что динува 300 400 тысяч стоит для издателя то есть это деньги и они все входят в эту сумму игры сейчас подражали на 5 движок никто не спешит переходить здесь мы не не увидим ничего кроме как вот этого старого лохматого взгерошенного движка я больше чем уверен будет это трясня который стоит часто на третьей части анимации там просто омерзительно вообще считаю что в третьей части нет анимации про третью часть я говорил всегда плохо почему потому что третья часть должна была начинаться именно именно должна начинаться была третья часть с метро вот мы должны были в метро конаёбиться потом выйти наружу завести драндулет этот корабль их но уроки его не прошли по его мудрым советом если дел делать длс уже на этом потом мне самому не было стыдно я всех больше возмущался я думаю но я не один дух метро пропал появился ну что-то типа сталкера ну извините я в метро хочу играть в сталкер который мы все обещают там и когда мы увидим и оказывается уже и на русском я перед этим самые ожидаемые игры 20-23 уже об этом говорили вот дух метро я с удовольствием в это поиграю везде ну и спустя ну конечно я братью никогда в жизни пока я буду ждать пока не взломают порой на месяц и трясняк не надо вещь с другой стороны возможно увидим что-то вот что новое мы увидим он говорит мы увидим все старое тот же город те же постройки я думаю что новых локаций будет очень мало потому что эти все локации которые на тебя показывают мы их все видели игра я не могу сказать хорошо выглядит или плохо она не будет лучше третьей части потому что ребята просто решили по боссу срубить они делают сейчас и dlc как новую игру ну знаете хуанга тоже когда-нибудь я имею ввиду вот этого главного тоже когда это жадность покарает покарает и метро поверьте потому что так себя вести нельзя издавать значит новую игру как и из старой игры делать новые ну по-моему уже был этот ремикс редукции как он там называет вот будут события происходить значит с новобранцем газы кто такой будет неизвестно будет ли он говорить или нет я это меня вообще убивало в игре у меня этот керасим вот глухонемой в трех частях это просто омерзение я считаю если он здесь не будет говорить ну вот видите это первая часть да если она будет стоить недорого то она зайдет всем но если она будет лупить как круче чем эксодос но извините меня нужно подождать значит скидок и пизде ну ну вот смотрите три новые станции побочные задания персонажи книги и вся эта трясня новое оружие переработаны звуки ну это будет первая часть первые дейлс вот так первая часть делать я думаю что так выйдет она за 60 процентов она завершена но смотрите в следующем году может февраль марта давайте дальше посмотрим так волк среди нас 2 я был удивлен я даже об этом не слышал обалденная игра очень обидно что ее не перевели всю по моему только два эпизода на русский переведен я читал субтитры там много говорят и очень сложно играть хочется игру посмотреть а ты сидишь и постоянно там колбасишь в этих субтитрах на игрушка я же достойно и достойно может быть я и залью это ее стрим может людям показать и так далее давайте посмотрим здесь даже ролик есть по его попробуем сейчас но они своем репертуаре и как ходячие у них вы знаете такие игры игрушка просто замечательный интересный детектив я в это обалденная вещь она у меня очень запомнилась сейчас я уже вот забыл что это я бы уже давно бы ее залил но только два эпизода переведено профессионально проведено по моему игра брошена я посмотрю ну по-моему ничего в игре ничего не изменилось по большому счету такая же графика ну да эта студия она берет конечно свои своим вот именно именно сюжетом интересной постановкой вот и отвратительной нарубкой эпизодов отвратительной просто это раздражает меня человек хочет посмотреть весь сразу пройди игру но нет такой возможности сиди и жди когда выйдет там следующий эпизод она уже и забыла с этой игрой многие я слышал по отзывам бросали и хотели ждать ждали всю всю полость игры когда она выходит полностью она уже в цене падает но на эпизодиках они хорошо по 1000 рублей по моему 800 1000 стоило круто я про ходячих ходячих вообще по моему там очень много ну вот волк среди нас будет в двадцать четвертом году по моему а подождите-ка я тут упустил одну у меня где-то у меня еще одна игра и и так нашел я драконейдж значит дред вольф новая игрушка выйдет она в следующем году здесь вот есть уже и скрины некоторые что тут такое переключает не пойму и видео даже есть здесь но это типа что-то dark souls что ли вот типа этого у меня где-то было большое изображение но я что-то не нашел куда-то потерял тактические элементы убрали значит в ролике показана крепость до базы базы до серых стражей ну не знаю как будет она выглядеть вы знаете одно хочу сказать дракон эндж по моему самая первая часть самая интересная была изотермическая игра потом начали что-то ее превращать что-то непонятно во что вторая вроде ничего а вот третья да по моему третья еще есть или вторая или третья вот какая-то из них еще более-менее что-то я не пойму какая-то какой-то сбой с этой вообще игрой почему они не сделали изотермическую дальше как вот балдерис гейт гейс как она гейс что ли называется они же вот продолжают ее и тем надо было продолжать не знает какая-то морока с этой игрой я понять не могу давайте посмотрим сейчас значит одни отвлекания давайте dark souls 4 посмотрим ролик который они удалили сами разработчики кто-то вышел ролик я не знаю я понял так на пятом движке значит будет анрили очень похоже да на мне кажется на элден ринг у меня на канале есть элден ринг секира лучшие игры это лучшее творение но с модом легкий уровень легкий режим я играю только с модом там 75 процентов поглощение урона я пробовал в элден ринг там сразу этот комик выхлёстывает а здесь я по-моему сразу с первого раза валю 95 да не очень 50 процентов поглощение урона тоже тяжело дальше там уже тяжело будет играть я говорю сейчас для тех людей которым зашла эта игра но они по каким-то причинам и особенно по жесткости вот этой игры бросили и не стали играть элден ринг вообще замечательная игра а вот dark souls тоже с легким уровнем мне не зашла там очень много обидного в dark souls 3 поэтому я не стал продолжать не поймешь куда там крутишься на одном месте эти мерзавцы выпрыгивают прям тебе можно сказать на башку валятся ну наказывают там конкретно в элден ринге мне не нравилось кое-какие вещи которые наказывают то есть ты делаешь ковырок а он тебя ловит прямо во время ковырка много они поправили конечно в элден ринге но секира тоже обалденная вещь у меня много частей я не помню по-моему обе игры я до конца не прошел в секире я там застрял а элден ринг уже надоел просто там шаром везде я уже там почти все в картошке смотрите на канале избранные игры первой части потом они подвязаны в конце будет переход на вторую и так далее ну выглядит мы всегда смотрим да выглядит все замечательно и хорошо возможно возможно нас это очень порадует только меня бы порадовал конечно уровень сложности обязательно порадовал GTA 6 значит слитые удивило игроков значит GTA 6 будет значит в двадцать четвертом в двадцать пятом году меня ничего не удивляет меня удивляет будет ли она на PC то есть если она выйдет в двадцать четвертом двадцать пятом году на PC когда я могу и не дожить GTA 5 ой 6 мы до GTA 5 то не могли дожить вот такие дела значит что у нас тут ну как обычно бурно что-то разработка идет бурно да 6 части ну все тайком до релизы ну видите минимум два года поэтому не знаю как она будет выглядеть мне знаете честно вам скажу всегда я высказываю свое мнение многими это не зайдет но вот когда я буду зарабатывать тогда я буду говорить все что вам нравится GTA на какая-то пластику что ее всегда суют вот в оптимизацию игр ее всегда сравнивают с другими играми на ней блять две защиты висит две защиты как динува она то есть она защищена и еще сверху взломанная она сама как игра ничего собой не представляет я картинки там GTA 5 никогда не видел то же самое могу сказать про Хитмана вот последнего тоже я там не вижу картинки там все пластиковые вы посмотрите Ассасин Юнити вы не найдете там пластика вообще вы куска метра не найдете чтобы не было текстур вот эти игры GTA 5 Хитман вот этот новый 2016 какой он там сейчас и вторая часть раз пластиковые игры я их так называю мне это лично мое мнение графики я там не вижу но я вижу там вот навороты вот этих защит висящих висящих Tomb Raider на Unreal 5 не знаю как у меня будет цеплять железо железо вряд ли я еще обновлю в двадцать четвером году я здесь ничего не зарабатываю донат тоже почти отсутствует поэтому на таксовать на железке не на таксуешь карту надо менять процессор но посмотрим может быть где-нибудь на среднем на высоком может быть вытянет мое железо мое железо под видео вкладка еще очень жду я так понял она будет по-моему первая часть переделанная что тут за подробности одни рожи вот как так можно такие обзоры делать кусок говнины какой-то вот обзор более-менее battlefield company 3 а сколько их две по-моему еще и вторая есть bad company 2 1 2 я вот вообще не помню даже у меня battlefield тоже есть у меня 3 4 5 и 1 вот сейчас я заливаю 1 battlefield 2 у меня даже есть по-моему 2 это как а вот bad company как раз 2 по-моему у меня есть посмотрите я там прикрутил графику а 3 не знаю что это будет мне 2 конечно очень не нравится тем что там это вот засветление именно там песок постоянно это там натуральная война но такой реализм не нужен там ни черта не видать куда стреляешь ни черта не видать это единственная игра которая мне не зашла именно вот за этой пыли в пустыне да там пустыни туда-сюда слишком много там пыли и дыма ну вот такой вот обзор ребята что смог я нарыл нарыть нарыл и для себя поискал и для вас залил вот такие дела всего доброго берегите себя до новых встреч до новых встреч